приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы здравия всем вам мира и благополучия добра в каждый дом и мира вашим сердцам сегодня у нас несколько важных тем в агрогороскопе и вообще о делах поговорим которые связаны у нас с 6 по 10 апреля они связаны с сельскохозяйственными работами с делами по дому а также связаны с нашим здоровьем итак начнем по традиции в первую очередь рассмотрим агрогороскоп с 6 по 10 апреля 2022 года время киевское в среду 6 апреля в знаке близнецы можно будет очень много дел сделать а вот уже 7 апреля это тоже знак близнецы на переход вечером в знак рак 1831 и здесь луна без курса 6 часов 17 минут до 18 часов 30 минут практически до перехода луны в знак рак поэтому мы в этот день не делаем дела связанные с посевами вот смотрите 6 мы можем еще посеять семена цветов напоминают знак стихии воздуха поэтому заранее увлажняем почву не поливаем при посевах можно посеять семена цветов гороха земляники валерианы хмель а также семена хризантем очень хорошо получается а вот уже 7 этого делать нельзя с рассадой не работаем два дня в знаке близнецы для цветов и комнатных цветов актуально по-прежнему защита от вредителей и болезней судя по вашим комментариям и вопросам именно эта проблема есть сейчас и довольно таки она серьезная поливы в дни знаки воздуха это близнецы мы не проводим а вот смотрите уже с 7 вечера после 19 часов мы можем уже поливать растения подкормки не проводим в саду актуально выкорчевка пней а также уборка зеленые операции не проводим заготовки можно проводить но вот с 7 до 15 часов нужно справиться с работой затем уже энергии стихии воды будут работать квашение не делаем настойки можем делать но вот с 7 до 15 часов тоже на рыбалку не идем сейчас нерест и растущая луна не надо будущего лишать и рыб естественно себя имею ввиду продукты питания они очень нужны будут в следующие годы сбор лекарственных трав вот здесь можно в этот день использовать еще а вот далее уже не используем потому что и здесь и близнецы и уже стихия воды плюс уже растущая луна поэтому растения не беспокоим для комнатных овощей в знаке близнецы 6 и 7 апреля актуально тоже защита растений от вредителей и от болезней переходим к знаку рак смотрите он у нас очень интересен луна будет находиться в знаке рак в пятницу и субботу 8 и 9 но 9 это переход луны из первой во вторую фазу поэтому здесь практически никаких посевов не проводится и работа с рассадой тоже не проводится поэтому 8 числа нужно хорошо потрудиться что мы можем 8 апреля посеять семена томатов перца баклажанов огурцов капусты кабачков салатов патиссоны горох цветы в общем все вершки пожалуйста 7 на рассаду здесь не вмещается мало места все высеваете все получится очень хорошо и работайте с рассадой здесь и пикировка и пересадка и перевалка все что нужно вам делать с рассадой делайте получится все замечательно для цветов и комнатных растений также актуальна пикировка пересадка перевалка поливы и подкормки поливы очень хороши успешны эффективны подкормки 50 процентов очень хорошо уже от инструкции который предлагается по данному удобрения для сада именно там где не идут дожди вот такие солидные проверяйте почву поливы обязательно нужны сейчас для растений садовых зеленые операции не проводим заготовки нет квашение тоже настойки рыбалка отменяется сбор лекарственных различных растений тоже отменяется для комнатных овощей очень актуальны поливы и подкормки но вот практически здесь вот все пункты тоже повторяются но вот посевы работа с семенами с посадкой каких-то растений а также с рассадой не проводится переход луны из первой во второй фазы это очень сложный стрессовый период и вот эти сутки 9 апреля выпадают из работы с посевами и с рассадой воскресенье это уже будет переход луны из знака рак в знак лев переход осуществится уже в 7 часов утра ну а луна без курса будет 4 часов 3 минут что можно делать во льве растущая луна посев можно проводить но вот таких культур семена шпината листовых салатов вот у них и небольшая корневая система а во льве именно такая корневая система и вырастает и небольшое количество листьев можно как раз в это время посеять вот семена этих растений можно также посадить лук и чеснок на зелень репкость здесь не получается потому что здесь растущая луна и уже мы движемся все ближе и ближе к полнолунию с рассадой не работаем во льве для цветовой комнаты их растений актуальна защита от вредителей и от болезней поливы в дни стихии огня бесполезны подкормки опасны в это время не проводим в саду актуальна уборка зеленые операции не проводим а вот заготовки во льве прекрасно готовится и сохраняется квашение не проводим капуста горькая получается и сухая настойки вот что касается сердечно-сосудистых заболеваний до их профилактики очень хорошо готовить настойки в это время рыбалка отменяется сбор лекарственных растений тоже не проводится впереди полнолуния не беспокоим растения ну а для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней следующая рубрика посвящена делам которые связаны с домом с нашим творчеством ну и со здоровьем и так мы снова же эту дату это время вернее рассматриваем 6 по 10 апреля 6 и 7 здесь будут работать одинаковые энергии стихии воздуха поэтому не буду повторяться с печкой будет все нормально тесто будет хорошо сходить вот рукоделием заниматься не надо вот обратите внимание что как раз можно и заняться наконец-то волосами можно постричь волосы стричь ногти для покраски используйте только органические различные покрасители мыть волосы замечательно получается уход за очистка кожи не проводим в это время занято дыханием наши клеточки не воспринимают питательные кремы и очистка кожи не проводится у нас до момента когда уже сожженный путь полнолуния пройдет поэтому у нас этот период не не подходит для этих важных дел по очистке кожи ремонт в знаке близнецы прекрасно проветривание вещей при хорошей погоде тоже стирку лучше не проводить и лучше не убирать инкубацию пока не проводим кстати по инкубации дождитесь буквально немножечко еще пару минут и я вам все покажу расскажу подготовила по вашим просьбам специально по инкубации апрель месяц чтобы получить здоровый молодец мая ну а мы продолжим давайте посмотрим у нас два дня 8 и 9 апреля луна в стихии знака воды в раке дым обязательно вот сколько мы не делаем все время в знаке стихии воды обязательно в это время вот такая незадача обязательно возвращается дым в дом тесто ведет в это время плывет еще называют и обратите внимание вот в это в эти дни 8 и 9 нельзя стричь волосы нельзя стричь ногти не красьте волосы и не мойте волосы вот это два дня запретные для этих дел важных а вот уход за кожей питательной маски шикарно получается увлажненная кожа маски принимаются клеточками так что делайте вот эти питательные маски ну а очистку кожи не проводим ремонт естественно не приветствуется качество отвратительное проветривание вещей не делается будут влажные и далее вот стирка и уборка можно даже генеральной провести смотрите это такие важные дни можно использовать хорошую стирку и уборку провести в доме а вот инкубация вот интересно сейчас у нас уже начинается период для закладки яиц мускусных уток вот это хороший период но еще остался буквально один день который мы рассмотрим и затем приступим к дополнительной рубрике сегодняшней 10 апреля будет лев уже с 7 часов а в это время когда луна во льве нормально прекрасно горят печки дрова в печке и в камине а вот с тестом нужно добавлять жидкость или же меньше муки ложить вот когда вы делаете по рецепту какие то чувствуется руками что нужно в данном случае я добавляю всегда чуть чуть больше или воды или молока рукоделие во льве прекрасно получается творческий знак можно стричь волосы можно стричь ногти покраска только органическая потому что в это время во льве можно сжечь свои волосы и очень долго потом их приводить чувство мыть волосы очень хорошо уход за кожей и очистка кожи не проводится тело к веточке не воспринимают в это время в данном случае у нас по питательным кремам не воспринимают кремы а это у нас еще период очистки кожи идет время до полнолуния запретное время смотрите ремонт зато и проветривание вещей при прекрасной погоде солнышко ветер прекрасно получается запах белья такое когда ты вынесешь вещи одеяла подушки очень приятные используете это время а вот стирка некачественная получается уборка тоже но и инкубация мускусные утки закладываются на инкубацию вернее яйца вот этой птички закладываются в инкубаторы или же под саму птицу а теперь обещанная вот эта информация об инкубации в апреле мы знаем что уже из опыта и практики своей что всегда очень хороший выход птицы молодняка именно к периоду полнолуния и вот смотрите там еще бывает что именно весь сожженный путь полнолуния несколько дней до и пару дней после полнолуния вот в мае у нас полнолуния будет 16 и вот к этому периоду нужно подсчитать для каждого вида птицы определенное количество дней чтобы именно к этому дню был выход молодняка вот давайте мы себе сделаем какую-то заметку вы можете себе тоже где-то даже можете сейчас сделать скрин смотрите в апреле для того чтобы получить цыплят нужно 19-21 день обычно на 21 день у нас все цыплята уже выходили все бегали и пищали требовали еду для того чтобы получить вот это это количество дней на инкубацию значит нужно заложить яйца 26 до 7 28 апреля ведь это апрельские для индюков нужно 28-30 дней значит нужно заложить на инкубацию яйца 14 15 или 16 вот три дня есть для гусей та же самая картина тоже 14 15 16 для белой утки 26 28 дней вот с 26 дня по 28 выход был у нас вот так тоже мы занимались выращивания уток значит нужно заложить яйца 20 21 или 22 апреля ну а мускусных утках у них наиболее количество длинный такой период инкубации 35-40 дней поэтому можно 8 9 10 и 11 апреля закладывать пекинские утки 26 20 дней 9 дней обычная тоже в инкубации значит нужно 20 21 22 украинская утка нужно заложить на инкубацию 19 20 21 22 у нее вот этот период 25-30 у башкирской утки тоже самое 25-30 дней на инкубации значит 19 20 21 22 мы закладываем на инкубацию то ли в инкубатор то ли под вот этих птиц которые будут высиживать яйца и затем будут выводить молодняк вот этих птиц ну а примерно какие дни выход будет вы вот здесь видите вот эту рамочку это май выход птенцов я ответила на ваш вопрос по всему месяцу но я все равно еще буду повторять далее будем рассматривать наши агрогороскопы и мы будем напоминать еще по определенным периодам когда что лучше сделать для того чтобы получить здоровый выход птенцов а теперь поговорим о здоровье шестого и седьмого луна будет находиться в знаке близнецы вот седьмой день энергетически очень плохой для любых операций но давайте рассмотрим что у нас уязвимо в дни близнецов в это время очень внимательно отнеситесь к своим легким плевре бронхам трахеи плечи уязвимы в это время предплечье кисти рук запястья локтевые суставы вегетативная нервная и дыхательная система поэтому в это время не проводите никакие операции на грудной клетке на дыхательных путях легких бронхах трахеи и языке в это время обостряет обостряются заболевания простудные астма ларингиты пневмонии плевриты щитовидная и вилочковая железа 8 и 9 апреля растущая луна будет находиться в знаке рака в это время уязвимы грудная клетка печень желчный пузырь желудок двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа пищевод нервная пищеварительная системы снова же продолжается те же самые проблемы могут обостряться астмы простуды ларингит пневмония заболевания щитовидной вилочковой желез а также может беспокоить ревматизм луна в знаке рак нас предостерегает чтобы мы не проводили операции на органах дыхания а также на в области груди на желудке на печени на пищеводе а также на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах конечно же обостряется в это время астма трахеид пневмония гастрит язва желудка диабет изжога поэтому не допускайте переохлаждение и не проводите голодание напоминаю что при растущей луне в знаке рак благоприятно лечение артритов артрозов радикулитов суставов желчного пузыря межпозвонковых грыж зубов костей а также эффективно это время заживление и несколько слов о питании период нахождения луны в знаке рак вечером 7 и 2 дня 8 и 9 апреля в это время нельзя ни в коем случае использовать холодную еду холодные напитки молочные продукты сырые овощи и естественно не переедайте в это время и не допускайте агрессию и перепады настроения это очень влияет на состояние организма используйте отварные овощи овощные супы готовьте это что у вас осталось из запасов это что есть доступно используйте для своего питания и остается у нас еще один день это 10 апреля здесь луна уже будет находиться с 7 часов утра в знаке лев а в это время уязвимы естественно сердце аорта артериальная система кровообращения снова же грудная клетка ребра позвоночник сердечно-сосудистая система 10 апреля нельзя будет проводить кардиологические операции ну и позже мы об этом говорить будем в других наших последующих выпусках но помните когда луна в знаке лев нельзя проводить никакие кардиологические операции в это время обостряются сердечно-сосудистые заболевания болезни сердца и суставов возможны приступы аритмии стена брадикардии тромбоэмболии в мышцах а также инфаркты поэтому в это время обратите внимание на другие органы в это время эффективное посещение офтальмолога лечение инсультов и тромбоэмболии гипертонии и мигрений несколько слов о питании в дни льва конечно же нужны натуральные соки и травяные чаи витамин c и протеины все что у вас есть из фруктов из овощей используйте можете использовать и орехи грецкие если они у вас есть семена подсолнечника морковь и готовьте каши из пшена овсянки гречневой крупы и из риса вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск 4 апреля 2022 года авторы канала раиса горяченко и александр волик прощаются с вами всего-навсего до следующего видео из нашего сердца шлем всем всем всей земле всему сущему на земле и в земле свет божественной любви пусть он вас бережет и удерживает в состоянии мира гармонии здоровья и благополучия до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok